Светлое рождественское торжество и в городе и на Неве привлекло людей в храмы Божии. В Санкт-Петербурге основные торжества прошли в Казанском кафедральном соборе и возле него. Праздник Рождества Христова называют в России матерью всех праздников. Значение его велико, поскольку ход новой истории и летоисчисления ведется от Рождества Христова. Это праздник Рождества. В это Рождество родился Господь. Этот праздник называют великим, потому что он приносит нам всем радость, покой и отдохновение, благоденствие и много-много надежд. Праздничное богослужение проходило в соборе Казанской иконы Божьей Матери, где собрались православные петербуржцы и гости города. Здесь было зачитано поздравление от патриарха московского и всеяруси Кирилла. Мы призваны подражать в любви Спасителю, молиться за притесняющих и обижающих нас, постоянно иметь в своем помышлении благо всего народа, Отечества и Церкви. Каждый из нас совершает добрые дела, способен изменить хотя бы в малой мере окружающую действительность к лучшему. Только так мы вместе станем сильнее. А здесь у Казанского кафедрального собора прошло трехчасовое народное гуляние в честь светлого праздника Рождества Христова, организованное при поддержке правительства города. Праздник начался рождественским концертом на главной сцене перед собором. Петербуржцев и гостей города поздравил настоятель собора Казанской иконы Божьей Матери, протеерей Павел Красноцветов. Сегодня мы празднуем, мы радуемся, что Господь дал нам возможность свободно трудиться, молиться и благодарить Бога в нашей российской стране. Вслед за настоятелем Казанского собора выступил вице-губернатор Петербурга Василий Кичиджи, который пожелал жителям города просмысления, семейного благополучия и любви. Я хочу вам пожелать, чтобы на каждого из вас зашла Божья благодать, чтобы кто-то создал новую семью, чтобы кто-то приобрел друзей, чтобы государство больше заботилось о каждом. Вы знаете, чтобы вы просто улыбнулись друг другу, любите друг друга. На сцене выступил мужской хор Александра Невской Лавры, ансамбль «Рождество», «Жемчужина и барыня», коллектив фольклорного театра «Этно». Всех гостей праздника также угостили горячим чаем и пряниками.